Четвертая серия Третья серия Вторая серия Первая серия Первая серия Нелюфер Что ты тут делаешь? Третья серия Послушай, перестань так поступать с собой Не тоскуй по тому, кто никогда не существовал Третья серия Ну вот Они здесь Третья серия Третья серия Третья серия Третья серия Итак, Кьюзи Я тебя слушаю Девчонки Третья серия Девчонки Третья серия Третья серия Девчонки Светлана То, что однажды существовало, никогда не исчезнет. Так ты мне сказала. Ты помнишь? Видишь, что ты написала? Масалим – моя сказка. Послушай. Масалим всегда с нами. Она никуда не ушла. Она всегда будет твоей дочкой. Ладно? Пожалуйста, перестань обвинять тебя. Она всегда с нами. Знаешь, она была крошечная. 24 часа. Она не прожила даже даже суток. Она умерла. Этот огромный мир, в котором столько зла. Тирания. Боль. Несчастье. не смог уместить мою маленькую девочку. Не смог. И я не смогла. Я не смогла. Не смогла ее спасти. спасти. Не смогла. Она умерла. Умерла. Послушай, Нелюфер. Посмотри на меня. Это была не твоя вина. Пожалуйста, не надо. Ты всегда говоришь, это не твоя ошибка. Ты говоришь, это не твоя ошибка. А сейчас я тебе говорю. Это была моя ошибка. Это я виновата. Это я виновата. Ты понимаешь, я виновата. Почему десятки людей? Мои друзья, врачи, эксперты, они предупреждали, они говорили одно и то же. Нелюфер, не надо беременеть. Нелюфер, ты не можешь иметь ребенка. Он не выживет. Нелюфер, не делай этого. Ты врач, Нелюфер. И что я сказала? Нет. Нет. Я сказала, я хочу быть матерью. понимаешь, это моя вина. Ты знаешь, как это было? Это было, как сон, что она не умерла, что она просто заснула. Она не умерла. Моя прекрасная дочь, моя прекрасная девочка. прости. Прости меня. Мне так жаль. Мне жаль, девочка. Прости меня. мне так жаль, доченька. Мне так жаль. Мне так жаль. Мне так жаль. Мне так жаль. Доброе утро. Можете дать мне это? Нелюфер? Послушай, Кюзей, это не шутки. Твой отец пришел сюда и был очень самоуверен. Он все объяснил, но этот узел можешь развязать только ты. И ты должен мне рассказать без всяких колебаний всю правду. Расскажи все, что ты знаешь. Смелее. Какие у тебя претензии к доктору Нелюфер Тоска? У меня нет претензий, господин прокурор. Когда вы об этом сказали, я сам удивился. Забавно. Как это у тебя нет претензий? Это твой отец врет или клевещет? Нет, давайте не называть это ложью или клеветой. А. У моего отца есть привычка преувеличивать. Вы же понимаете, что я был очень зол, когда не смог выйти из больницы. Когда мой отец пришел меня повидать, я говорил ему о докторе Нелюфер. Наболтал чепухи. Хм. Думаю, он тоже немного погорячился. Иначе это абсурд. Мы еще и отняли у вас время, господин прокурор. Мне жаль. Что я могу иметь против доктора Нелюфер? Идем, Кизэй. Идем. Он сюда пришел, и это стало похоже на съемки реалити-шоу. Он говорит, что вздумается. Обвинение, обвинение. А потом, как прекрасен этот мир. Хватит врать. Повернись и уходи. Ты ему говоришь, слушай, брат, это преступление. А он ответ, о, я не знал. Я очень хорошо знаю этих ребят. Вы правы, господин прокурор. Принеси мне дело Хузура Сакли. Хочу посмотреть, почему его выпустили из тюрьмы. И почему он туда попал. Слушаюсь, господин. Господин прокурор. Да. Когда ты вот так говоришь, господин прокурор, ты, скорее всего, хочешь дать кому-то определение, так? Тебе... Тебе не понравился этот Сакли, так ведь? Я как раз это и хотел сказать, господин прокурор. Вы это точно предположили. Как было не догадаться. Принесите дело. Да, господин. Я ничего не знаю. Разве ты можешь ничего не знать, мать? Как это ты не знаешь? Кто рассказал врачихе о моих играх? Да я понятия не имею. А, Кюзей ей рассказал. Ты это хочешь сказать? Нет, Кюзей... Кюзей бы так не сделал. Мой сын никогда не предаст своего отца. Все это шло от тебя. Ты человек, который предаст собственного сына. Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Я твоя мать. Я твоя мать. Оставь этого ребенка в покое. Оставь нас в покое. Ты не устал причинять людям зло? Тебе не надоело губить людей? Из-за тебя умерла твоя жена. Ты поднял руку на свою мать, подсадил ребенка своего на наркотики и превратил это в приманку для игровых столов. Я родила монстра. Будь проклят, такой ребенок. Оставь нас в покое. Ты, должно быть, расхрабрилась, пока я был в тюрьме. Наверное, ела слишком много печени. Послушай меня. Если бы я был монстром, я бы разорвал тебя на части. Давай, делай, что собирался. Давай, не останавливайся. У меня только одна жизнь и я ее отдам за Кюзея. И пусть тебя посадят в тюрьму, сдохни там. Надеюсь, что этот ребенок спасется от тебя. Я все сказала доктору Ниллефер. Я ей все рассказала о том, какой ты грязный и лживый человек. Запомни это. Она все знает. Хоть бы раз я ошибся насчет тебя в этой жизни. Хоть бы раз я так и знал. Слава богу, Кюзея не похож на тебя. У него золотое сердце, как у его матери. Как только ты привлек ее, ума не приложу. Ни одного плохого слова не слышала от твоего покойного отца. Я ни одного плохого слова не слышала от твоего отца. Я тебя ненавижу, старуха, ненавижу тебя, старуха. Ненавижу. Ведь ты проклят. Чтоб ты сдох. Я тебя не выношу. Не выношу тебя, старуха. Что это за сын? Что я сделала, что у меня такой сын? Почему я это снова решаю? Ты разве не хочешь покинуть больницу? Вот. Это твой пропуск. Давай. Послушайте, я вам кое-что скажу. У нас был такой разговор, мы заключили соглашение. Да? Нет никакого соглашения. Если хотите доставить неприятности не люфер, это не сработает. Послушай, Кюзей, моя прямая обязанность, как твоего врача, следовать предписаниям в соответствии с твоим заболеванием и делать необходимые шаги. Это понятно? Поэтому давай. Ладно, давайте так. Доктор Иисуф, я только что видела Кюзей в игровой комнате, он там что-то решает, тест или что-то другое. Да, Азгё, а в чём проблема? А почему? После всего, что Кюзей, вы это делаете, чтобы снова выписать его? Азгё, это тебя не касается, не так ли? Я не прав? Нет, нет, я не об этом. Просто почему после всего разве они не вернули его обратно? А, а я, а я тебя ищу. Идём, время принимать лекарства. Доктор? Это правда? Тогда ладно. Немет, что тут происходит? Клянусь, не понимаю, но это так часто в последние дни не понимаю. Так вы не ответили? Азгё, время принимать лекарства, иди. Идём. Идём, девочка, идём. Вот так. Хорошо. Сестра Асуна, а эти лекарства не вызывают болезнь? А с чего ты взяла, Фреда? Посмотри на меня. Мой живот надулся. Он превращается в небольшой арбуз, понимаешь? Слава богу, мы увидели истину, Фреда. Скажи, Азгё, ты видишь этот маленький арбуз, видишь? Да? Прошу тебя, отстань. Ты сегодня в плохом настроении, мне кажется. Окей, больше ни о чём не спрашиваю. дай Азгё её лекарства. Ладно? Вот Азгё. Не жди слишком долго. Ладно, ладно. Азгё. Посмотри на меня. Что с тобой? Что? Со мной ничего. Я серьёзно. Ладно, хорошо. Тогда нас ожидает встреча дня, идём. Ты иди, если хочешь. Я приду после того, как приму душ. Ладно, только не опаздывай. Ладно. Нелюфер, приди в себя. Приди в себя, Нелюфер. Не время зацикливаться на прошлом, не сейчас. Амир вызвал Кюзея в офис прокурора. Очевидно, этот парень чего-то подозревает насчёт тебя. Я говорила с Сибил. И? Кюзея ничего не сказал. Как это? Не сказал и всё. Почему? Я не знаю. Я не знаю, Юсуф. Если бы и сказал, для меня бы ничего не изменилось. Я сказала ему, что бы он ни сделал, я буду его защищать. И всё. Отлично. Бросай себя в огонь. Твоя карьера, твоя профессия, твоя жизнь в опасности. Не кричи на меня. Не кричи на своего пациента. Ты не просто мой пациент, Нелюфер. Ты мой друг. Понятно? Позволь мне сказать, может, я не уверен, но это может усилить подозрение. Доктор Саваш что-то подозревает. В смысле? Я видел Кюзею в игровой комнате. Он решал тесты. О, боже. Что он ищет? А ты как думаешь, Нюльфер? Да, в соответствии с оценочной экспертизой и моим клиническим мнением, Кюзею нет нужды оставаться здесь. Кажется, доктор Нелюфер применяет произвольный подход. И она, как это ни странно, полна решимости продолжать его. Что скажешь? Итак, можем начать разговор о том, как прошла ночь. Ари, хочешь поделиться? Давайте сделаем так. Я думаю, нужно начать с Бурака, потому что он, он всю ночь продолжал говорить «нет, нет», не давал мне спать. Бурак? Мой приятель немного преувеличивает, но он прав, мне приснился кошмар. Не хочешь поделиться? Доктор, все люди связаны. Они пытаются выбросить то, что они считают ненужным. Но, по-моему, мне не очень важно в мусорный бак. Вот это сон! Тогда я что делаю? Я пытаюсь их остановить. Я встаю против них, но они не перестают и пытаются выбросить меня. А потом? А потом они выбрасывают меня в мусорный бак. Бедняга. Просто Бурак, но это было немного смешно. О, брат, если бы я только знал, я бы тебя разбудил, зная, что это было бы травматично. Азгю, как прошла твоя ночь? Не хочешь поделиться? Нет, я не хочу разговаривать ни о ночь, ни о дне. Конечно, как считаешь нужным. Но если захочешь поделиться, я здесь. Я не поделюсь. Вам не надоело эта чепуха? Как будто им не все равно, как прошла их ночь или день. Что мы делали? Что я буду делать? Мы тут застряли, стены, двери, мы тут как... Мы тут все тусим. Азгю, тебе, наверное, скучно? Мне не скучно, я тону. Я тону, вы это понимаете? Я не вовремя. Чувствую напряжение. Твои чувства тебя не обманули. У нас напряженное время. Что ж, Ипек Дамла хочет с нами поговорить. Поэтому пришел, спросить не могла бы ли ты закончить встречу пораньше. Конечно, если это удобно для всех. Это будет удобно для всех? Конечно. Спасибо. Что ж, для меня это тоже будет удобно. Хорошо. Дамла, ты нас вызывала. Доктор? Ходите, присаживайтесь. Позвольте дать вам это. А что это? Это результат теста, который показывает, что нашему пациенту Кюзею Сакли нет необходимости оставаться в клинике. Вы можете проверить результаты теста, которые показывают, что ему нет необходимости больше оставаться здесь. Другими словами, в результате теста и оценки, сделанной с различных аспектов, пребывание Кюзею Сакли в нашей клинике стало добровольным. Примите к сведению и то, что у нас сотни пациентов ожидают очереди. В связи с этим я не вижу вреда в том, чтобы его выписать. Если у вас такое же мнение, как у доктора Саваша... Ну разве нам не следует дождаться доктора Нюльфер, она глава клиники. Без нее мы ведь. Конечно. Мы дождемся, я дал ей знать, она скоро будет здесь. Но вы можете подписать, ведь так? То есть есть результат теста? Как врач я не думаю, что вам нужно подтверждение Нюльфер, чтобы подписать. Да, доктор Юсоф? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они реально сводят меня с ума. Сегодня в игровой комнате... Что ты делаешь? Ты о чем? Почему ты собираешь вещи? Я ухожу. Мы говорили с доктором Савашем. А, доктор Нюльфер, добро пожаловать, вот и вы. Доброе утро, я слушаю. Что случилось? Мы выписываем Кюзея на основании общего решения педагогов. Как? Я не понимаю. Мы выписываем Кюзея Нюльфера, что непонятно. Вы не получили подтверждение от меня. Необходимые тесты были проведены и повторно проведены. Все говорит о том, что вреда в выписке Кюзея нет. Мои друзья-врачи согласились со мной. Они это подписали. Посмотри на меня. Спасибо. И Пэк. Нюльфер, послушай. Это для всех. Нюльфер, возьми небольшой отпуск. Очевидно, что ты устала, и это мешает тебе принимать здравые решения. Ребята, не беспокойтесь, я в полном порядке. Я не делала предложения. Что ж, если ты понимаешь, что я предложила тебе взять отпуск, позволь сказать тебе яснее. Ты ненадолго уходишь в обязательный отпуск, Нюльфер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Береги себя. Ты была немного жестоко со мной, но я тебя прощаю. Пожалуйста, прости меня. Рада была познакомиться. Береги себя. Ты тоже. Иди сюда. Береги себя, ладно? Ты тоже. Беги отсюда. Это мой план. Спасибо. Будь осторожен. Будь умницей. Береги себя, парень. Береги себя. Береги себя. Береги себя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...